Заряжается с утра, вот кто уже долго это делает, он знает, насколько жизнь выравнивается, насколько ставится все под контроль рационального мышления, которое направлено на духовность, насколько жизнь становится более такая понятная, выстроенная. И в итоге человек, который идет по пути Всевышнего, он никогда не проиграет. Как говорил нам Царь Соломон, мудрейший из людей, на всех своих путях познавай его, имеется в виду Бога, и он выпрямит все твои дорожки. То есть тот, кто познавает Бога, познает Бога, тот, кто стремится к этому Всевышний, все его дорожечки, все его решения, все его какие-то ситуации жизненные, он ему даст правильное решение и выпрямит его дорожки. И вот сегодня как раз интересно, мы закончили вчера врата щедрости, врата щедрости, и сегодня у нас мы перешли врата восемнадцатый, врата скупости. А, интересно, знаете что? Помните, мы, ну вот все время же у нас все уроки, чтобы, особенно раньше было, сейчас почему-то как-то мы начали по-другому оформлять, и вот я сейчас опять начну писать, что, чтобы заложники вернулись, чтобы заслуга от этих уроков идет на то, чтобы спасти швуим. Швуим это те, кто в плену украденные заложники, которые находятся в плену Хамаса, и вообще, если где-то есть в мире украденные заложники, чтобы все они вернулись. Но мне как раз вот позавчера написал один из четырех заложников, которых освободили из восемь месяцев в плену в Хамас, и он мне написал, значит, что хочет со мной посоветоваться и так далее, там очень интересно. Я говорю, ты знаешь, что мы же молились за вас сколько времени, вот на тебя молитва сработала. Но мы еще с ним не встретились, но и когда встретимся, с Божьей помощью я, значит, попрошу вас, чтобы он благословил всех участников наших уроков, потому что это человек, с которым произошло реальное чудо. Реальное чудо, хотя с каждым из нас когда-то в жизни происходили чудеса, даже само рождение это чудо. Кто выздоравливал от каких-то болезней, это тоже чудо. Ну, то есть, чудес много Всевышний делает. Вопрос, насколько мы эти чудеса видим, и насколько мы потом благодарны за них, и насколько мы потом живем, вспоминая о Всевышнем, или забываем о нем, как сейчас недельная глава, недельная глава, которую сейчас мы читаем, да? Значит, шлах лыха называется, да, шлах. Когда Машарабейну послала разведчиков, и вернулись разведчики, и говорят, мы не сможем завоевать землю Израиля. Вот как человек видит себя, и думает о себе, так же он думает, что другие думают о нем. Представляете? И вот они думали, что нет у них сил, ничего они не смогут. А Иушу Абинун и Калеб говорят, ну, послушайте, мы же только вышли из Едипта. Только что Всевышний море для нас расступил. Десять чудес сделал. Десять казней Едипет всегда. Тору дал. Ну, как вы, чего вы боитесь-то? Они, нет, мы боимся. Все, мы боимся, хотим вернуться обратно. Всевышний говорит, ну, смотрите, как вы хотите. Хотите обратно, значит, в пустыню, и в пустыне вы вернетесь. Вы все подигнете, а новое поколение зайдет через тебя, через самого Маше, что от тебя я сделаю новый народ. Маше говорит, нет, говорит, ну, если стул на трех ножках не устоял, почему ты думаешь, что на одной ножке устоит? И Маше Рабейну говорит, нет, не уничтожай их. Потому что как это войдет в историю? Как мы дальше будем Тору учить, что вот Бог вывел их из Едипта, а они погибли? Как-то не очень. Маше Рабейну Богу говорит, их не, значит, не уничтожает. А до этого был разговор какой? Когда Маше Рабейну общался со Всевышним, он Всевышнему говорит, ты какой? Всевышний говорит, я добрый, милосердный. Маше говорит, к праведникам. Всевышний говорит, ко всем. Маше говорит, это несправедливо, как можно быть милосердным к злодеям, кто нарушает твою волю? Всевышний говорит, смотри, ты еще меня попросишь быть милосердным к тем, кто нарушает мою волю. И тут сейчас, тут сейчас, значит, Маше Рабейну Всевышнего говорит, не уничтожай их, прости их. Ну, даже они нарушили твою волю, даже они неправильно сделали, ну, прости их. Всевышний говорит, видишь, я тебе говорил, что ты еще вспомнишь, ты еще будешь просить, чтобы я был милосердным к тем, кто нарушает мою волю. Хотя тебя, когда изначально, тебя это возмущало. Хорошо, значит, мы проучили врата щедрости и понимаем, что нужно быть щедрым во всем, что касается Торы, Всевышнего, заповедей, своих духовных потребностей и духовных потребностей других людей. И нужно помогать, быть добрым и так далее. Теперь, сегодня у нас самая короткая, наверное, здесь глава, вот всего лишь две странички, называется «Врата скупости». То есть он пожалел, он буквы не пожалел, он на примере показал, что о скупости нужно писать коротко. Так что мы сегодня успеем пройти две странички. А следующая будет «Врата памяти». Это очень интересно, потому что, потому что книга написана тысячу лет назад. Мне интересно, я еще не учил ее, вот я всегда перед уроком готовлюсь. Сам проучиваю и потом вам рассказываю, что понял. Так вот, «Врата памяти». Мне очень интересно, тысячу лет назад, что он будет говорить про память, потому что я очень большое время посвятил изучению, как улучшать память. У нас есть, кстати, для всех друзей, партнеров, спонсоров «Экра», кто хотя бы доллар пожертвовал, вам сразу открывается возможность купить любые курсы компании Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров со скидкой 60%. И там есть курсы Алексея Бессонова, он там чемпион мира по памяти, все, шикарные курсы, как улучшить память. И мы потом сравним, кто знает, как Бессонова обучает. Или я учился, знаете, у кого я учился, значит, вот скажу вам сразу, что память, когда нет сил, вот я по книгам и по тренингам зовут его Тони Бьюзен. Конечно же, его зовут Тони Бьюзен. Как я мог забыть моего первого учителя по улучшению памяти Тони Бьюзен, который написал книгу «Супер память» и «Супер мышление». Еще 140 книг он написал. Был такой великий человек, умер уже, ушел из этого мира. Тони Бьюзен. Итак, «Врата скупости». Память у нас будет завтра, мы будем изучать, а про скупость сегодня. Это качество, пишет автор этой книги, который скрыл свое имя специально, чтобы мы его не прославляли. Он говорит, не надо, мне от Всевышнего хватит награды. Мне не нужно, чтобы вы меня прославляли и даже благодарили. Он решил эту книгу подарить человечеству, еврейскому народу и потом всем людям, значит, но не сказал кто. Значит, он говорит, смотрите, скупость – это качество, достойное порицание в большинстве своих проявлений. Вот если мы обратно перевернем про щедрость, то он написал, «Щедрость – это качество, помогающее достигнуть высоких достоинств, должен, должным образом проявленная щедрость весьма похвально». То есть здесь мы видим, что качества даже самые лучшие, но у них есть моменты, когда их не надо проявлять. И даже самые плохие есть моменты, как надо проявлять. Очень легко здесь сравнить, вот я на большинство женщин слушаю, женщины, они очень хорошо разбираются в приготовлении пищи обычно. Тоже есть исключения. Но соль. Соль, если ее чуть-чуть добавить, то она усиливает вкус и она вкус улучшает. Если соли больше добавить, чем нужно, она делает блюдо вообще несъедобным, она вкус ухудшает. То же самое качество характера. То есть если ты его в меру проявляешь в нужном месте, в нужную меру, оно улучшает жизнь тебе, людям. А если ты его проявляешь неправильно, оно ухудшает. То же самое качество, как соль. Теперь скупость. Говорит, в большинстве случаев, значит, это плохо. Сказал царь Соломон про скупости. Есть такой там отрывок, 23 глава. Не кушая хлеба недоброжелателя и не вожелая его явств, еды. Ешь и пей, скажет он тебе, а сердце его не с тобою. То есть он сидеть будет и думает, вот он, конечно. Если человек скупой, то лучше его не раздражать. Потому что он, значит, все посчитает, все у него будет, значит, если ты где-то что-то сделал, не додал ему, да, по его мерке, то он уже будет на тебя злиться и обижаться. Теперь кому от этого плохо? Ему от этого плохо. То есть он будет уже обижаться, да. Человек, который щедрый, он не будет обижаться. Он думает, ну что, какая разница там, я дал, не дал, сделал, не сделал. Он как бы судит своей меркой. И он не страдает. То есть если ему кто-то не додал, он говорит, ну ладно. Если он дал больше, он говорит, ну ладно. То есть он, в принципе, себе создал такую вот достаточно мягкую жизнь без углов. А скупой, он думает, и я не дам. А если мне не додали, у него два, как бы появляется два угла, за которые он все время сам же и бьется. Значит, вот свойство скупца, скупого этого. Купит деньги, не дает милостыню, не жалеет бедных. Когда ведет дела с другими, считает каждую копейку, не уступит ничего. Не кормит, не одевает, не дает никому никакой выгода от себя. И не полагается на того, кто дает ему деньги. И поэтому он всем ненавистен. Он ненавистен людям и ненавистен, получается, Всевышнему. Потому что так оно вместе работает. Если он, значит, не выполняет заповеди, не приобретает себе наставника и друга, и остается пустой в смысле учения и заповеди. То есть он как бы копит, копит, копит. Но куда ты копишь? Как, знаете, Рабинович, там уже пожилой такой, и спрашивает своего знакомого одного. Он говорит, слушай, говорит, когда наступит черный день? Тут говорит, а зачем тебе черный день? Он говорит, я всю жизнь коплю на черный день, говорит, а он никогда не наступает. Вот я, говорит, все время уже столько скопил. Когда же наступит этот черный день? Это такая шутка. Но, опять же, смотрите, в большинстве случаев тут все неоднозначно. Сейчас мы к этому придем. Значит, также тот, кто у себя удерживает мудрость, не дает своей книге читать, не делится мудростью, он пишет это очень плохо. В то время мудрость – это была огромная ценность. В данный момент мы уже привыкли, что информация, она доступна, и мы перестали ценить мудрость так, как ее ценили раньше. Раньше не было источников информации. Книги были на вес золота. Они были драгоценностью. Тысячи лет назад. Даже не были книги, были переписанные свитки. Тысячи лет назад еще не было изобретено книгопечатание, и книги просто переписывали. Человек, который знал мудрость, он знал, там много знаний у него было, мудрец, да? Он был очень, очень, такой прямо редкость, потому что в большинстве случаев люди читать даже не умели. И тот, кто мудрость зажимал у себя, это, он говорит, это хуже всего. Не делиться с людьми мудростью. Ибо, он говорит, мудрость подобна огню, который ничего не утратит, если от него зажгут свечу или другой огонь. То есть, когда ты делишься мудростью, то ты не теряешь. Ты, наоборот, значит, сколько бы ты ни отдавал, у тебя ее становится, наоборот, все больше и больше. В притчах 11 глава, в притчах царя Соломона написано так. Удерживающего у себя хлеб проклинает народ. А о чедром сказано, но благословение на кормильца. Опять же, вернемся к истории Руд, Меделат Руд, где Эли Мелых, который был один из самых богатых, знатных людей того времени. Он в момент, когда наступил голод, он решил уйти, чтобы не отказывать, чтобы и не делиться, и не отказывать. Вот он ушел, и через 10 лет, итог, он умер, дети умерли. Что он выиграл? Ничего не выиграл. То есть, он думал, что спасется. Теперь, другая история, история, Аман. Аман был такой злодей. Первый, он стал премьер-министром у Ахашвироша, царя Ахашвироша. И что было с Аманом? У него было все, у него было, значит, ну, огромные богатства. Все там, как такой премьер-министр Черномырдин такой он был. Черномырдин. Или как Янукович, говорят, что он хранил 2 миллиарда долларов наличными в доме у себя. Да? 2 миллиарда. Можете представить? Теперь наличными. Ну, вот, я не видел лично, но рассказывает, что у него было спрятано. На всякий случай. Ну, что ему помогли эти деньги на всякий случай? Нет, он контейнерами, правда, он их увез туда, где он сейчас находится. Ну, где он сейчас находится? Все равно Янукович, человек спит на одной кровати, ест с одного стола. Больше, чем 2 килограмма еды в день он не съест. Больше, чем там 2 метра ткани на себя он не намотает, да, одежды. Что в жизни у него, да? Зачем люди вот прямо тратят свою жизнь на то, чтобы миллиард, 2 миллиарда, 3, 10 забрать у кого-то еще 10. То есть, это настолько глупо и бессмысленно, если взять со стороны, да, что в итоге все равно они все теряют. То есть, все, что нажито нечестным трудом, оно все в итоге теряется, да? И даже то, что нажито честным тоже, я вам честно скажу. Потому что человек-то все равно уходит, ничего с собой не забирает. С детьми что будет? Не факт, что детям вообще это надо. И не факт, что если они это получат, они будут счастливы. Потому что вся их следующая жизнь это будет защитить вот эти вот деньги и спасаться от... Ну, простая вещь. Вот я там буквально вчера видел такую как информацию. Я просматриваю заголовки. Мне интересно, что в мире творится. Значит, арестовали двух человек, шантажировали семью Шумахера. Шумахер, он лежит в коме уже сколько времени. Он катался, гонщик был, катался на лыжах, значит, и семикратный там чемпион Формулы-1. А на лыжах ехал и в дерево въехал и, значит, лежит в коме. А каких-то два персонажа, они начали шантажировать его семью. То, что мы опубликуем какие-то видео о нем, какие-то компрометирующие видео. То есть, получается, что семья пошла в полицию, это арестовали. Но получается, что если человек, который зарабатывал деньги, он боролся за них, он там воевал, судился, там с налоговой судился, с теми судился, всю жизнь в войне. Оставил детям, думал, что хорошо сделал. А что дальше? А дальше детям приходится всю жизнь теперь эти деньги защищать, потому что вот таких вот персонажей, которые злодеи, их вокруг много. И они просто как мухи, они липнут на то, чтобы забрать у кого-то то, что ему принадлежит. Поэтому жизнь человека, как говорил царь Соломон, мудрейший из людей, он говорил как? Значит, пустое и лживое отдали от меня, бедности, богатства не давай мне, накорми меня законным хлебом. И добавим мы от Равшала Маруша, что если человек умеет благодарить и ценить то, что у него есть, а в этом было 120 уроков врата благодарности, то его уровень удовольствия от того, что он имеет, удовольствия и счастья, будет намного выше, чем уровень человека, которому всегда не хватает. Потому что Аман, если мы вернемся к Медилат-Эстер, он пришел, когда его уже пригласила царица на пир, и он заходит домой, у него там сыновья, жена, там все у него. Он говорит, вот все это мне не в радость, все это мне радости не доставляет. Потому что человек, который стремится, амбициозный, и он все время бьется еще, 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 ему все время не хватает. Теперь говорит следующую вещь дальше эта книга. Значит, тот, кто щедрый, на нем благословение, тот, кто жадный, на нем нет благословения, да, скупец. Но, говорит он, есть же и положительное свойство в скупости. Какое? Что скупец не тратит свое добро попусту. И это иногда удерживает человека от великих преступлений. А поскольку тот, кто скупой, он живет скудно, нет у него гордыни, какая может быть у щедрого, потому что щедрого он всем разбрасывает, все его хвалят, лезть, он такой тоже загордился, какой я крутой, вообще всем помогаю, посмотрите на меня. Оп, он скатился в другую, в другую крайность. И тоже, получается, он неправильно поступает с духовной точки зрения, потому что щедрость привела его к гордыне, а гордыня привела его перед крушением Вознесения. Оп, он где-то, опять же, нарушил духовные законы и исчез. Теперь, где золотая середина? Значит, золотая середина такая. Будь осторожен в щедрости своей, будь щедрым по своим возможностям там, где тебе следует быть щедрым. А там, где не следует быть щедрым, будь скрягой и скупцом. И надо все это взвешивать на весах Торы, на весах знания духовных законов и рационального мышления. И мы, значит, он приводит пример Яков. Взгляни на эту великую скупость. Богатый человек, как Яков, возвращается ради маленьких кувшинчиков. Когда Яков шел от лавана своего кестя с четырьмя женами, с караванами, с детьми, уже было у него 11 детей, и он, значит, подходит к земле Израиля, и тут, значит, написано, что он перешли они через реку Яков. И тут он возвращается за маленькими кувшинчиками. Он забыл в лагере какую-то посуду. Тора говорит, как? Такой богатый человек, как Яков, возвращается ради маленьких кувшинчиков? Это с одной стороны, да? Говорится, что так как праведники, они всю свою жизнь ведут, поэтому они праведники, только по воле Всевышнего, то они свое имущество, которое им Всевышний дал, рассматривают как часть себя и своего мира. И это не было вопрос имущества. Это было вопрос, есть запрет из Торы, Бальташхит, что запрещено портить хорошие вещи. Это запрещено их портить. Ты не можешь выбрасывать. Дай кому-то подари, может, кому-то это нужно. Вообще, вот, испортить хорошие вещи, это запрещено. Теперь вернулся он. Но теперь дальше говорится, Когда Исаф пришел ему навстречу, он начал ему послать стада. Посылал, посылал ему стада. И, значит, Исаф ему, когда они уже встретились, он говорит, ладно, я тебя прощаю. Все за то, что ты когда-то забрал у меня благословение. Бери обратно себе эти стада, мне твои подарки не нужны. У меня есть много, сказал Исаф, который как раз характеризовал человека, у которого сколько бы у него ни было, но у него есть, он ощущает, что ему не хватает. А Яков что ему сказал? Он ему говорит, возьми, пожалуйста, мой подарок. У меня есть все. Человек, который понимает, что все от Всевышнего, и он понимает, что ему Всевышний дал ровно столько, сколько ему нужно, и у него нет потребности, чтобы у него было больше, а он как раз смотрит на полуполный стакан. Ответ Якова как раз сюда очень вписывается. Яков говорит, а у меня есть все. Вообще у меня все есть. Потому что все, что у меня есть, это как раз то точно, что мне и нужно. Поэтому, если я тебе эти стада отдаю, у меня ровно будет столько, сколько мне нужно, и мне это все. Исаф взял, а ему Яков говорит, слушай, вот все серебро и золото, которое у меня есть в данный момент, говорит, я готов тебе это отдать за твою долю в пещере Махпела. То есть была пещера Марата Махпела, это в Хевроне пещера, в которой были похоронены Авраам, Ицхак, потом похоронен Яков. И в этой же пещере, почему Авраам купил эту пещеру, чтобы похоронить Сару вначале, а потом это было место его погребения. Там же похоронены Адам Решон, первый человек, его жена Хава, Ева. Значит, это очень святое место ворота в духовный мир, там очень святое место. Яков ему говорит, смотри, я хочу купить твою долю в этой пещере, чтобы я был именно там похоронен. И Сар говорит, что он ему сказал, он взял деньги. Теперь, что мы здесь видим? С одной стороны, он идет за кувшинчиками, и в материальном плане это выглядит как жадность. С другой стороны, он отдает все, что у него есть, чтобы приобрести то, что в духовном плане имеет для него ценность. Пусть это будет уроком человеку, пишет автор этой книги. Даже грош не тратить в пустую и не по надобности, но пусть будет весьма уступчим там, где речь идет о духовном, например, о милостыне, о цдоте, о прочих заповедях, исполнение которых связано с тратой денег. Например, приобретение наставника и товарища по учению, или о приобретении книг. И все это, чтобы выполнить главную, приоритетную цель жизни в этом мире, чтобы вернуть душу вместо ее чистоты, чтобы она была там связана в Сру-Рабе, Сру-Рахаим, есть какое-то место, в котором души праведников, они все там находятся. И нужно вот именно туда стремиться, потому что то, что мы из этого мира уйдем, это факт. А вот куда мы там придем, это как раз и главный вопрос, к которому надо стремиться. Я сейчас вспоминаю, есть такой Эли Ворн. Эли Ворн, он один из самых богатых людей в Бразилии, который религиозный еврей, который очень известный в религиозном еврейском мире, потому что он финансирует практически все религиозные программы. Ну, очень много. Мы просто не обращаемся ни к этим крупным спонсорам, мы хотим, чтобы ВАИКРА существовало на деньги те, кто смотрит уроки, и чтобы у всех была доля, это как такое долевое мероприятие во всех уроках, которые смотрят все остальные. Поэтому берем только, у нас есть друзья ВАИКРА 18 долларов, партнеры ВАИКРА 50 долларов и спонсоры ВАИКРА 100 долларов в месяц. И мы на эти деньги существуем и расширяемся. То есть те люди, которые мы могли бы взять деньги у любого миллионера, который скажет, найдите вам там 100 тысяч долларов, хочу, чтобы ВАИКРА от нее заслуга шла мне. Мы говорим, нет, раз ты уроки не смотришь, значит, мы от тебя деньги не берем раз, а второе, значит, что мы берем его, чтобы был рост у нас был ровно, что все люди, которые дают деньги, были партнерами во всех, мы стремимся к миллиону часов просмотра урока вторых в месяц, чтобы божественный свет пришел и осветил мир настолько, чтобы пришел на шеях. Вот этот Эли Горн, он, я лично с ним знаком, и это история из первых уст. Он, значит, Эли Горн, он, его семья, они были беженцы из Ливана, это были евреи из Ливана, когда была Ливанская война, вот это у них была Гражданская Большая война, они оттуда убежали, и скитались, они искали себе место, куда, это было еще до основания государства Израиля. И вот они каким-то образом, они попали в Италию, потом он попал в Бразилию, и он говорит, я работал день и ночь, 20 часов в сутки я работал, потому что детство было очень тяжелое, то есть, у них были деньги у семьи, потом они очень бедствовали, как раз это пришлось на период его детства, и очень часто, ну, то есть, он говорит, я очень всю жизнь боялся быть бедным, и очень работал без остановки день и ночь. Работал он, работал, в общем, в итоге он стал миллиардером, у него там несколько миллиардов долларов, там 2-3, ну, не 20, не 30, 2-3 тоже нормально. И вот ему стало, он всю жизнь помогал, много жертвовал, я не знаю, Моасер, десятую часть он жертвовал, то есть, он был такой крупный жертвователь, он был очень близкий к Любовичскому Рэбе, с ним советовался по многим вопросам, но что потом, 30 лет назад ушел Любовичский Рэбе из этого мира. А я с ним познакомился, с Элли Вороном, это было где-то лет 5 назад, ему было тогда уже 75 лет, и у него началась то ли Партинсон, то ли что-то, он уже то ходил, то его возили на каталке, то есть, он уже понимал, что он уходит из этого мира. И он решил все свои деньги раздать на Цдаку, значит, он решил все раздать на Цдаку, а у него семья, сыновья, жена у него такая очень активная, они ему говорят, слушай, так нельзя, это не только твои деньги, это семьи деньги, Бог дает деньги на семью, он говорит, тогда, мне кажется, что это мои деньги, я же их зарабатывал, вам кажется, что деньги дают на семью, что часть из них принадлежит вам. По Торе человек может то, что его, раздарить, то есть, он, с одной стороны, на Цдаку он может отдать только 20%, но с другой стороны, как Авраам, он все, что у него было, он передал Ицкаку дарственному, он может подарить кому хочет, то есть, в принципе, Тора не советуют больше 20% раздавать, но право у человека есть, и так как они люди религиозные, потому что ты не можешь придумывать, как тебе служить Богу, Бог сказал, как надо все выполнять, в этом и суд Торы, они пошли в Равинский суд, который, чтобы суд сказал, как правильно поступить, суд сказал, что, изучив все нюансы этого дела, я не изучал нюансы этого дела, значит, что 40% оставить семье, в наследство, а 60% он может раздать, большую часть своих денег, он действительно может раздать при жизни, для того, чтобы, это его деньги, и он такую фразу сказал, он говорит, я как эти деньги заработал, я в этом мире боялся быть бедным, я все время, мной двигал страх, я хотел все больше, 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 потому что я никак не мог остановиться, мне было страшно остановиться, говорит, а сейчас, когда я знаю, что мне осталось немного времени уходить туда, я, говорит, боюсь там быть бедным, я не хочу там быть бедным, и он лично, он прям конкретно, во все программы, он изучает все это, то есть он хочет эти деньги инвестировать, и перевести в духовный мир, чтобы когда он туда придет, его все встречали, Элли Орн пришел, человек, который сделал в этом мире много добра, много света, принес, и значит, он большой молодец, все, дорогие друзья, вот так работает щедрость, скупость, всему нужна мера, как соль, каждому качеству нужна мера, хорошо, дорогие друзья, все, с Божьей помощью встречаемся завтра, завтра встречаемся в, как обычно, в 10, потом, значит, я вечером улетаю, в, и с Божьей помощью, в четверг я буду на Кипре, и проведу в четверг урок, и в пятницу с Божьей помощью, все по плану, то есть у меня на 10 стоит урок, все хорошо, а обратно буду лететь тоже в воскресенье ночи, поэтому мы ничего не пропустим, с Божьей помощью, ни одного урока, все, счастливо, удачи, успехов, и изучаем Тору, и в четверг. Продолжение следует...